Белее снега. Есть швейцарский сыр, шоколад, часы, а мы расскажем про швейцарских овчарок. В Ненецком округе появился питомник с этими великолепными животными. О необычной породе собак их в привычках выясняла моя коллега Ольга Русул. Зидан, Ники, Тея и Зефирка – великолепная четверка. От одного взгляда на них расплываешься в улыбке и поднимается настроение. Порода этих милых созданий называется белая швейцарская овчарка. Собака-компаньон, собака-пастух. Также ее пользуются в служебном собаководстве, как овчарка, но от немецкой. У нее корни от немецкой овчарки идут. Мечту организовать питомник Елена, хозяйка великолепной четверки, вынашивала много лет. И вот, наконец, удалось ее реализовать. Всегда была мечта на выставках выставить все компании. В питомнике присутствуют несколько девочек и один мальчик обязательно производитель. Мы мечтаем скоро осуществиться. Мы привезем мальчика в разведение, договорились с испанским питомником. Питомник – это особая организация жизни и деятельности животных, которыми занимается их хозяин. Кроме того, что это огромный каждодневный труд, заводчику еще необходимо иметь специальное ветеринарное и кинологическое образование. Перед тем, как открывать питомник, прошла специальные курсы дополнительного образования, как кинолог. И по дрессировке, ну, кинолог, понятно, дрессирует. Хендлер я заканчивала. И так как имею ветеринарное образование, мне разрешили открыть питомник. По новым правилам нельзя открывать. Просто человек не может открыть. Самая взрослая в этой шумной компании Ники ей пять лет. Остальным товарищам по три года. Кстати, если рассматривать наших героев как стаю, то главная в ней Ники. Она – альфа-самка. Все собаки имеют родословные награды с выставок и сертификаты. Например, родители Зидана из Москвы и Ярославля. А самая именитая – Ники. У нее больше всего регалий, и их постоянно надо подтверждать. Поэтому каждое утро начинается с небольшой тренировки. Сначала желание собак, а уж потом и свой завтрак – девиз всех собачников. Утро начинается с прогулки. Собачки у меня. Так, все, стоим. Мы идем сначала гулять, потом кушаем, а потом уже я завтракаю. Сначала на первом месте собаки, конечно. Внимание белоснежные красавцы требуют не меньше, а может быть и больше, чем детям. Наши герои прошли свои университеты и даже сдали экзамены. Тест на пастушьи инстинкты и тест городской собаки – обязательный для всех пород. Ребята регулярно проходят медицинское и генетическое обследование. Кроме того, Елена научила своих подопечных бежать в упряжке. Швейцарские овчарки – это не только море удовольствия, это еще прекрасный альтернативный транспорт. Можно доехать куда угодно. Как выяснилось, каюр из меня никудышний. У Елены получается гораздо лучше. А для собак такое упражнение не только удовольствие, но и большая польза. Мы катаемся на упряжке. Мне нравится, что собака покачивает определенный мышц, она хорошо стоит. Нам это все пригодится в выставочной карьере. У собаки хорошие ноги, суставы, постановка, лапки крепкие. И весело нам. Сколько они пробегают, на какие расстояния они бегут? Мы много не бегаем, бегаем по 2-3 километра. Естественно, при хорошей погоде мы катаем желающих, но только не в морозные дни. Потому что морозный каучек, не в мороз. Собачке нельзя бежать в упряжке, она дышит через ротик и может произойти сгорание. Белоснежные швейцарские овчарки, запряженные в сане, такому транспорту может позавидовать даже Дед Мороз. А если встретить эту чудесную кампанию неожиданно в лесу перед Новым годом, то это без сомнения к большой удаче. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал Север.